Вадим, Вадим, Вадим Вадим был уже не простой, а был уже исполняющим обязанности директора, потому что еще Кирилл Васильевич был жив, и я с ним тоже встречался часто, ну и поэтому как-то Вадим туда приезжал, в Мураново, вероятно, мы там это познакомились. А после этого мы встречались с Вадимом довольно часто, потому что, ну, все-таки он работал, служил в МЛИ, ведущим был специалистом там, и я, конечно, зная, что он занимается Тютчевым, мне было лестно с ним познакомиться, я с ним почтительно разговаривал всегда так, это самое, хотя он не намного старше меня, что-то на год-два, может быть, три, вот так. Тридцатого года. А, тридцатого, ну, значит, на четыре, да. Вот, ну и потом, значит, я бывал несколько раз у него дома, вот, он туда меня, значит, приглашал, потому что я в это время же, как раз вот в конце семидесятых годов, я уже стал писать о Тютчеве, потому что Вадим, он сам не работал в архивах. Ну, он был прекрасный публицист, это понятно все, и, в общем-то, для него слепить что-то, или, как это у нас говорят, написать книгу по материалам, которые он может где-то прочитать, или что-то для него это ничего не стоило. Вот, а я сотрудничал с литературной Россией, это была литературка и литературная Россия. И вот в литературной России я, значит, часто печатал такие небольшие материальчики, то есть я в архиве что-то находил интересное небольшое, там прибавлял, убавлял чего-то такое, и, в общем-то, вот там это дело появлялось. Причем я писал довольно часто, там, у меня, наверное, где-то около 20 вот этих публикаций, там, вот, и одно, первая публикация, это была «История одной любви» о Амалии Крюденар и о Тютчеве. Вот, ну, а, ну, естественно, Кожанов читал литературную Россию, и он видел это дело, потому что, ну, и он, конечно, оттуда вырезал Атючеву, пригодится, у него целая стопка бактерических вещей, и он оттуда уже все это вставлял в книгу. И там в книге написано даже, что вот историю о том, как Тютчев влюбился в девушку дворовую, Катюшу Кругликову, и вот архивист Чагин, он так меня назвал, нашел вот этот, значит, интересный такой вот, такой случай в этом, в архиве. И додумался, по крайней мере, сам до этого. Ну, я там нашел в архиве тогда, когда, собственно, родился отец поэта, как они в каком возрасте были с матерью, с Екатериной Львовной, как они там это жили, как они там рожали детей, ну, и так далее, и тому подобное. И вот оттуда уже, оттуда уже я перешел, собственно говоря, ну, и к Вадиму, потому что он уже стал консультироваться со мной по тому, что я писал. Вот. И я, собственно, перешел на Федора Федоровича Тютчева уже, как сын поэта. И то же самое, такие же заметочки. Вот. Ну, Вадим, конечно, он вообще был компанейский человек. Он такой, ну, как говорят, рубаха-парень, может быть, ну, про него это, может быть, не скажешь, это рубаха-парень. Вот. Но, во всяком случае, он все время курил. Это у него, это все время курил. И, конечно, так сказать, мог компанию составить всегда. Вот. Ну, и вот там дома меня, конечно, тоже поразило, что у него квартира большая. Он же был зятем академика. Нет, Ермилова Владимировича. Да, ну, Ермилов, это большая. Бывшего главного редактора «Литгазета». Вот, да, это большая величина все-таки была, и, в общем-то, зятем был, да. И вот там у него была отдельная комната, и вот вся, конечно, в книгах. Вся в книгах, везде там, 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 все это. Вот. И вот мы там сидели и беседовали. Там еще был этот самый Эдик, я забыл, как его фамилия, поэт. Балашов. Балашов. Балашов, да, Эдик Балашов был. Вот. А со мной он немножко более почтительно говорил, Кожанов. Потому что, ну, он знал, что я бывший военный, что, так сказать, подполковник, так сказать, и все прочее. И, ну, меня тогда еще никто-то не воспринимал, что ли, как вот какого-то. Ну, журналист пишет о Тютчеве, но мало ли журналистов, которые у нас пишут о Тютчеве. Это же совсем необязательное что-то такое. Вот. Поэтому, значит, так. И он, вот, фактически мне подбрасывал эти вырезки. А вот, Геннадий Васильевич, вот это вот что такое, вот откуда. А вот это откуда, откуда и всего прочего. То есть, вот таким образом я, как бы, принял участие, что ли, вот в создании, написании вот этой вот первой книги. Вот. Ну, и потом уже, потом уже, мы часто с ним встречались. Почему? Потому что мы, у нас, нами руководила Вера Николаевна Аножкина. Это завкафедрой университета теперешнего, педагогического, областной. Вот. И она руководила нами, у нас была группа 5-6 человек, которые готовили полное собрание сочинений Фёдора Ивановича Тютчева. Вот. И, значит, каждому было дано по тому. И кто-то должен был, так сказать, чего-то это дело делать. Вот. Ну, я как секретарь, что ли, был этой группы такой. Поэтому я по заданию Веры Николаевны часто бывал в Пушкинском доме. И там делал отдельные выписки, там фотографии, ксерокопии и так далее. Они у меня до сих пор есть. Вот. Вот. А Вадим у нас отвечал за публицистику Тютчева, потому что он понимал, любил. Я, может быть, даже не так в это дело влезал, а уж Вадим-то, уж, конечно, это дело, всё это было хорошо. Вот. И мы собирались часто там в институте, в маленькой такой комнатке, кабинетике. И вот там это то же самое. Вадим выступал, Вера Николаевна, я там, там другие товарищи. Вот, кстати, Борис Тарасов, вот он теперь ректор этого самого, тогда уж тоже молодой был достаточно. Он даже, по-моему, тоже не был доктором наук ещё тогда, кандидатом наук, может быть, был. И вот тогда у нас как-то получилось что? Что Вадим поставил такое условие, что так как он занятый человек, он не может, вот как я, например, 40 лет отдавать Тютчеву, ему надо другие книги писать, и другая работа у него там, он и преподавал там, и там чего-то. Вот, всё это дело было. Поэтому так вот, мы собирались где-то, собрались весной, вот так приблизительно, а он сказал так, у него был один из томов, он говорит, я вам сделаю это к октябрю. То есть за полгода я вам выдам полностью том. Но только, Вера Николаевна, уж если я выдам, чтобы это вышло сразу, чтобы это не тянулось там и чего-то такое, потому что я, говорит, не могу работать в стол, а для меня это, раз я тружусь, значит, я должен и видеть плоды своих трудов. Вот, ну так получилось, что как-то, в общем, заглохло, что ли, вот немного вот это дело всё. И Кожиновская вся работа, она застопорилась, так же, как и наша работа застопорилась, и Кожиновская, и всё. И, к сожалению, вот наследником этой работы стал Боря Тарасов. Потому что вот сейчас в Шеститомнике, там как раз этот вот том, это вот его статьи, это то, что занимался этим Вадим Кожинов. Вот, после этого, вот, ну и потом как-то, ну где-то, может быть, лет запять до его ухода, уже, может быть, даже чуть, может быть, побольше, вот, он стал заниматься, вот, чёрной сотней, вот это вот. Историей. Историей, да, совершенно верно, он стал писать историю. Вот, и он, значит, уже потом, ему же всё равно звонили, как специалисту потючевуюсь, он говорил, я вам ничего не буду говорить, вот Чагин у вас есть, и звоните ему. И, в общем, никаких он уже этим делом не занимался. Ну и как-то, ну мы всегда с ним в хороших отношениях, у нас не было какого-то соперничества, там он писал одно, я писал другое, да даже и вместе. И я всегда считал, что, ну по тем временам, сейчас, конечно, уже, может быть, мы много нашли новое того, что Кожинов не знал, а уж потом это мы всё нашли и всё это вставили в эту зелёную книгу мою. Вот, а тогда, значит, это вот было так. Но фактически, значит, Кирилл Васильевич Пигарёв свою книгу «Отючеве» выпустил в 1962 году, а Кожинов свою книгу выпустил в 1984 году. В 88-м. А, в 88-м. Сдал в издательство и 5 лет она лежала. Вот, да, 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 она лежала. Вот, то есть фактически, фактически, ну, для себя я знал о чём, что «Отючеве» книга очередная выходит через 30 лет. Вот, Аксаков выпустил в 73-м, не в 73-м, а в 76-м первую свою книгу «Отючеве», через 30 лет в 1903 году Брюсов сделал биографию, потом занимался Чулков и параллельно Николай Иванович Тючев, директор музея Муранова. Вот, это. А потом уже, вот, после того, как вышел двухтомник «Зелёный» Академия Тючев, через 30 лет, вот, в 62-м году уже, это вышло к неё Кирилла Васильевича Пигарёва, вот это вот. А уже вот с 62-го года по 88-й год, ну, это практически, тут нельзя сказать, что вот ровно 30 лет, а приблизительно 30 лет, это, значит, вот вышла вот эта вот книга. Ну, и потом, после этой книги уже вышла вот моя книга уже в 2003 году, вот, потому что, ну, были небольшие книги чьи-то, может быть, там… Благой писал. Да, Благой тоже писал, да, и причём тоже хорошо, он писал. Берховский писал. Берховский писал, да, Чулков, вот, мне больше нравился Чулков, потому что с подачи Чулкова я очень много нашёл. Потому что Чулков писал то, о чём не писали другие. Я вообще любил конкретные вещи. Вот если о Тючеве кто-то что-то говорит, то это не должно быть так размазано. А вот вы знаете, вот говорили, вот там это… Нет, этого такого нет, не может быть конкретно. И вот с подачи Чулкова я нашёл могилу Денисевой в 1978 году, могилу Денисевой там, потому что был как раз юбилей Тютчева очередной. И нас пригласили в этот самый музей Пушкина, и я там, значит, ну, был как бы уже почти директор музея, там почётный гость, тут сотрудники наши были. Ну, меня посадили на маленький диванчик, на котором всегда сидела Наталья Николаевна Пушкина. Вот, и вышивала там, что-нибудь делала. Я говорю, ребят, вы что делаете? Куда вы меня сажаете? А народу полно, вот сюда уже мест нет. Ну, Геннадий Васильевич, ну уж сидите, вы же ничего не сделаете. Так я сидел как на раскалённом стуле на этой диванчике, на этом. И потом оттуда я, значит, вот и пошёл, значит, был уже под вечер, немножко смеркалось, я чуть ли даже был не в военной форме ещё или что-то такое. Ну, я пошёл прямо на Волково кладбище. И вот там совершенно, я знал, что похоронено Денисева там, что Тютчев похоронил там Денисеву, что там памятник был, что там всё это прочее. Но где конкретно, я не знал. Вот, и потом я иду, и две старушки, которые там убирались, мне встречаются, я говорю, бабули, пожалуйста, вот объясните. И они меня повели, вот 20 метров от этого самого, вот я эту могилу нашёл. И я потом тоже об этом же написал, как я её нашёл, когда Тютчев хоронил её и какие там, так сказать, надписи делал. Но она тогда была заброшенная. Она была заброшена, но что интересно, что там рядом была могила Фёдора Фёдоровича Тютчева. Но я в то время ещё занимался Тютчевым. Для меня как бы Фёдор Фёдорович был на втором плане. Ну, всё-таки это сын. И потом то, что он написал, я ещё не знал всего этого, я только потом начал всё это собирать. И вот эта могила пирожком таким ленинградским уложена, камешками, вот, и крестик в виде Георгиевского креста на могиле был. Вот. Ну, потом эта могила исчезла, к сожалению, потому что, когда делали главную могилу, то, вероятно, решили, что здесь все будут. И сделали и тут надпись, что Фёдор Фёдорович Тютчев, он тоже в этом. Хотя он похоронен ранее. В стороне. В стороне, чуть-чуть в стороне, да. Вот. Ну, я говорю, что вот с Вадимом мы продолжали всё время. Я его часто почему-то, потому что я был, ходил в МЛИ всё время, и там киоск в МЛИ, и там мы с Вадимом часто тоже встречались, потому что у нас даже совещания проходили там, где сейчас вот сидит мой четвероюродный брат Чагин, первый зам, зам по науке. В МЛИ? В МЛИ? В МЛИ, да. Слушайте, а я думал, что это вы и есть. Нет, нет, это как раз мой этот самый... Похож на вас? Он не похож на меня, потому что у нас ветки параллельные. От одного деда, а вот так. Потому что раньше было по 6-8 человек, и от каждого рождались уже отдельно дети. Вот. Но я старше его, по-моему, на 12 лет. А чем он занимается так? А он наукой занимается, только наукой 20-х годов. Литературы? Да, да, да. Он литературовед, критик, но именно литературой 20-х годов. Но вы все так поделаете отношения? Да мы все время его, простите меня, извините, я его гоняю, как старший. По званию и полетам. Да, и полетам. Ну, звание-то мы получали докторские в один день. И нас даже перепутали. Вот. Но мы тогда не обратили внимания. Ну, мало ли, бывает что-то такое, да. И потом, когда я стал заниматься уже, спустя 2 года, когда я уже определил, что это действительно мой брат, тот он... Нет, нет, да у нас совсем другие, у нас эти самые... А, до какого-то времени вы не знали, что вы родственники? Нет. Просто однофамильцы вы не знали? Однофамильцы, однофамильцы, ну, мало ли там... Вот так вот жили и жили, и... И да, мы не знали, да. Теперь он уже убедился в этом, он убедился. Вот я сейчас нашел 18 писем его прадеда, и сейчас вот они мне должны прийти. И я уже ему сказал, он говорит, ну, ладно, я буду сам их опекать и все прочее. Потому что я говорю, вдруг там ты захочешь что-нибудь интересное открыть, какое-то там открытие сделать, или что, потому что письма были написаны в период освобождения крестьян. Он об этом писал. Вот, и поэтому я говорю, так ты напишешь, это твой прадед, так и ради бога, и все прочее. Вот почему. Поэтому, конечно... А потом, вот если делаешь большое что-то, один никогда не сделаешь. Надо обязательно с кем-то посоветоваться, у кого-то что-то спросить, так или что-то такое, все. Это обязательно нужно. И поэтому вот мне сейчас вот в нашей родословной, она, я думаю, что будет тоже интересная. Много народу помогает. И слава богу, и спасибо им большое, и все прочее. Вот. И вот одновременно, значит, параллельно это мы, Федор Федорович. Тютчева проталкиваем. А вот чем, на ваш взгляд, ну, что вас интересовало в книге Кожановской? Ну, вы, понятно, что вы уже как бы знаток Тютчева. Что вот вам наибольше там пришлось по душе? Ну, дело вот в чем. Дело... Общую канву, конечно, Кожанов дал. Это безусловно. Но общая канва была ведь и у Чулкова, и у Пигарёва, и всё прочее. То есть общая канва. И так как он не работал в архивах, но он всегда мог что-то вот найти, уцепиться, и какое-то сделать красивое сравнение. Это он мог. Вот встаньте в Орле, какую-то точку найдите, и вот вокруг этой точки уже вот и такой писатель, и такой писатель, и такой, и такой. Вот. Вот это всё, так сказать, в одном месте. Это всё вот русское, и вот это всё, так сказать, выливалось в патриотизм и всё прочее. И даже он ссылки делал на Ленина. Я его за это делал один раз, может, даже не один раз. Почему? Потому что я говорю, что ж такое? Ты на меня сделал только одну ссылку. Там написал, что я там архивист нашёл. Но там же много, там я вот вижу сам себя, что там вот это, оттуда всё. Он говорит, ну слушай, ну я же не могу тебя на каждой странице опубликовать, там писать под срочи, что это взято у Чагина, там, допустим, на чёт. Я говорю, да, конечно, нет. Для меня ты там две строчки обо мне написал, и то у меня маслом по душе прошло. Поэтому я, так сказать, вот это дело всё. Это понятно всё. Поэтому, конечно, вот мы, я говорю, в хороших отношениях и были, и всегда. Я считал, что он вообще, конечно, человек такой, но он, я ему говорил много раз, я говорю, Вадим, чего ты не пишешь докторскую? Ты мог бы быть и доктором. Да, мне хватит, я и так здесь ведущий. И, в общем, ну он действительно знающий человек был, в любом случае тут, и, в общем, всё прочее. Но как-то вот я говорю, что самый конец жизни прошёл немножко неудачно у него, неудачно. Он же ведь вот этого самого опекал всегда поэта, как это наш известный... Кузнецов или прекрасный? Нет, не Кузнецов, на букву «Р» по-моему. Рубцов. Вот. Он Рубцова. Это Рубцов был его, так сказать, это самое. Ну вот у Рубцова и у Кожанова была одна и та же русская болезнь. И вот это, конечно, было, это не особенно хорошо. Потому что он бы мог бы и сейчас быть. И также вот Женя Лебедев, это наш тоже, как говорят, это круг наш, да. Женя Лебедев, мы вообще были друзья, и вместе ездили. И вот этот самый Вовсток. Кстати, а с Кожаным в Вовсток не ездили? Ей, как же. А расскажите вот о этом. Да, ну дело в том, что когда была вот учреждена эта медаль и премия Тютчева, то естественно, конечно, что первый номер был у Кожаного. Первую премию получил Кожаным. Вот. Ну, вероятно, это ему льстило. Ну, я думаю, что льстило. Вот, потому что, наверное, этому каждому льстило. Поэтому, значит, за ним даже Волгу прислал этот самый Лоткин Юра, это наш друг был, губернатор Брянской области. Мы в хорошем отношении были, потому что он сам журналист и все прочее. Он прислал за ним машину в Москву. Мы ехали все поездом, конечно, а он ехал вот так. И причем он ехал с женой. И когда, значит, вот туда, значит, привезли, там шикарный номер, и это, естественно, так сказать, первый лауреат, и все. Ну, и он как-то вот мы здесь все, как говорят, теряли, выпивали, а он там сидел, значит, отдельно с женой. Ну, там, может быть, иногда Лоткин там или кто-то подсаживался. Он как-то с нами не смешивался уже особенно, потому что, ну, вероятно, он почувствовал себя, что он, так сказать, чуть-чуть. Вот, и поэтому так было. Ну, он там выступал тоже самое, я слышал, и хорошо выступал, и он там бывал, и все прочее. Но тогда, когда он бывал там, еще не было этого музея. Мы же его делали с Гамолиным вместе. Мы с Гамолиным очень дружили, потому что Гамолин меня звал туда к себе, зам по науке. Он, давай, приезжай, мы будем работать, все, но мне ездить из Москвы туда и обратно, мне, конечно, не хотелось. Вот, а уже потом, к сожалению, уже Кожанов вот этих торжеств, он немножко не застал. Вот, потому что, ну, я говорю, так вот получилось, что у него с этой вот, с этими, с кражей дома и все прочее, потом у него были очень ноги, он с ногами очень мучился, бедный. Вот, и поэтому, конечно, конечно, вот как-то он немножко все отдалялся. А вы с ним один раз ездили, да? Ну, вот в эту поездку, да? Нет, не один раз. Это было не один. Это вот была запоминающаяся поездка для меня лично. Почему? Потому что, ну, я-то туда ездил все 20 или там 25 лет, пока существовал музей, я ездил туда каждый раз обязательно на праздник и еще и так ездил. Поэтому, конечно, что-то я мог запомнить, какой-то такой выдающийся, а какой-то там не выдающийся запомнил. Но вот это вот как раз с получением этой премии, это я очень хорошо запомнил. Потому что у нас же как было? Вот мы туда приезжали, а приезжала большая делегация писателей, поэты. Все мы были молодые тогда и, в общем, все прочее. Мы шли туда в этот самый союз писателей у них там был. Вот Якушенко там был, вот, потом Коля Паснов там встал и, в общем, все прочее. И вот мы там, ну, стол такой, стояла водка и стояла колбаса, лежала колбаса и хлеб. Все. И мы были. Это было такое чудо, вы себе не можете представить, потому что, ну, это действительно было вот друзья по Перу, по мыслям и все прочее. Вот до сих пор я помню, вот, Женя Лебедев читал прекрасные свои стихи. Он, оказывается, великолепный поэт. Вот. Прекрасные стихи. Он стихи об отце писал и все прочее. Вот. И поэтому вот сейчас мне туда не хочется ехать. Почему? Потому что того, той теплоты и той близости, и той общности интересов, их нет просто сейчас. Сейчас просто нет. Сейчас приезжаешь, этот вот, этот молодой, я все время, так сказать, забываю его фамилию, и как его зовут, потому что я даже не хочу этого там, чего-то, все прочее. Он уже начал всем вручать премии. Как писательской организации, значит, такое там, и, в общем, все прочее. И теперь тючевские премии дают всем, кому не попадя. Потому что три премии положено давать. И они уже давали каждый год, а теперь дают через год. А тючеведов-то у нас раз-два и обчался, у нас их просто сейчас нет. И вот начинаешь говорить, вот Люда Гладкова, да, ну вот Боря Тарасов еще в какой-то мере, потому что он публицистику, да, тючевскую, вот. Ну, я, ну и там, может быть, один-два человека в остоге. Там Алексеев, вот, и такого, вот. Больше нету, понимаете. А премии надо кому-то давать. И вот, да, я уже вот последний раз был, вот, в прошлом году, мне было просто неприятно. Я отказался вручать эти премии. Мне сказали, Геннадий Григорьевич, вы самое главное, должны вручать это дело все. Я, нет. Потому что вручать человеку заслуженному, это одно. А человеку, который друг кого-то там, который может его порекомендовать, и тот, простите, ничего, и этот ничего, если я не представляю, а я должен перед ним вручать, ему это дело. Она еще и там деньги дают, или просто придет? 30 тысяч. Ну, понятно. Ну, то есть главное, что статус, как бы, да. Ну, да. Это же премия учрежденная, изначально кем она учреждалась? Она была учреждена Колей Пасновым. Вот. И она называлась Российская Тючевская премия. А теперь она называется почему-то «Русский путь». А вот у вас остались автографы Пигарева? Да, у меня на книге есть. Ну, можете показать потом, да? Да, 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 да. Я попрошу. Вот на его биографии Тючеву, да? Да, 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 на биографии. А вот Николай Иванович Тючев, он то, что написал? Николай Иванович Тючев они писали вместе с Чулковым двухтомник. Вон он у меня стоит здесь. Это 1934-1935 год. Двухтомник. Он в основном давал Чулкову эти конкретные даты, там все прочее. А Чулков их уже обрабатывал. Нет, нет, нет. Она такой, тоньше гораздо. Тючев. Корич... Это... Она даже не коричневая, а второе издание Тючева в 1978-го года. Второе издание Тючева в 1978-го года. Расскажите, пожалуйста, вот о Пигареве. Вы же с ним... Я такой самый близкий был человек последние годы, да? Да, это мой учитель, конечно, Пигарев. Да, 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 да. Кирилл Васильевич Пигарев это был старший из правнуков поэта. Екатерина Ивановна, внучка Тючева, была их мамой. Вот. А отец Василий Пигарев, это был отец их. Это был муж Екатерины. И он был другом Николая Ивановича Тючева. Вы застали отца Василия Пигарева? Нет, я не застал никого, к сожалению, только вот Кирилла Васильевича, да. И Николая Васильевича Пигарева, это вот эти уже... Браты его, да? Мои, это правнуки, да, большие друзья. Вот. Ну, Кирилл Васильевич, он, в общем, с детства стал заниматься, помогать своему дяде в музее Муранова. Вот. И там он и ухаживал, там проводил уже чуть ли не с 11 лет, он проводил вот эти вот экскурсии по музею, он учился у дяди. И когда дядя умер в 49-м году, дядя был награжден орденом трудового, по-моему, Красного Знамени, и он был заслуженный деятель. Всё. Кирилл Васильевич наследовал это место директора. И вот он с 49-го года по 84-й год, по существу, был директором музея. Потому что меня, собственно говоря, подсадили под него, потому что, ну, человек больной, а я, так сказать, посчитали, что, во-первых, я занимаюсь учебой, а во-вторых, что я бывший военный, что я их могу вот так держать, сотрудников. Чтобы порядок был. Это, может быть, и правильно, потому что сейчас-то музея нет, он уже пропал. Вот. Поэтому вот такое дело. И вот, значит, Кирилл Васильевич, и он, у него было что характерно? Он знал все 400 стихотворений Тютчева наизусть. Вот брали книгу, любую Тютчева, открывали, там одно слово, одну фразу приводили, он дальше всё читал. Вот. То есть, это было для него уже ничего. Он за всё вот время, пока вот он работал, всё, он всё это дело знал. И он знал хорошо, конечно, биографию Тютчева. Всё это дело. Он знал работы Аксакова, естественно, и Брюсова. Ну, и от своего дядюшки, конечно. Да, да, и от дядюшки всё прочее. А вот в его личной коллекции ещё что-то было, ещё Тютчевское? Оно у него и осталось сейчас, к сожалению. Но я не имею права говорить об этом. Потому что... То есть, у него же наследников не было? Нет, у Кирилла Васильевича дочка, она и сейчас жива, Настя. Анастасия Кириллова. А сколько ей просите лет так примерно? Ну, она чуть помоложе меня. Может быть, ей где-то лет 75. Вы с ней общаетесь? Мало. То есть, у неё оставалось? Что? Да, да, у них есть что-то. Но... Но... Вот. Поэтому, значит, так сказать... Я был последних три года у него секретарём. Я жил вместе с ним в этом доме престарелых. Где это? Это на юго-западе. Там сейчас. Там как раз вот... Это дом престарелых. Академии наук СССР. Вот. Там внизу ещё такой родник. Я туда ходил за водой всё время. Там гулял. И с Кириллом Васильевичем я сидел. Он, конечно, очень был такой... Ну, человек действительно... И даже, я могу сказать, что он был компанейский человек. Очень такой доступный и всё прочее. И что интересно, во время войны он ещё же был молодой человек. Потому что он... Десятого года... Вот. Может быть, я что-то путаю. Но, во всяком случае... Одиннадцатого или десятого года. Это неважно, да. Вот. И он во время войны увлёкся Суворовым. Он написал прекрасную книгу о Суворове. И как-то было так, что он пришёл в редакцию, сидел там, и вдруг раздаётся звонок. Снимает трубку. Не он, а кто-то. Вас, Паскрёбышев, вызывает. Все сразу встали. Кирилл Сивич берёт. Да-да. С вами будет говорить Сталин. И Сталин похвалил его вот эту книгу о Суворове. Очень. Вот такие книги надо писать. Такие книги нам надо... Очень нужны нам книги для молодёжи и вообще для народа. А Сталин же тогда сказал, пусть вдохновляет вас великие... Подвиги. Подвиги, да. И фамилии вот этих вот всех, и в частности Суворова. Вот, кстати, один из моих предков получал орден Георгия Четвёртой степени в 1790 году. Георгий, он воевал. Вот. И это самое... С тех пор, значит, Кирилл Васильевич просто пошёл. А он по образованию вообще кто был? Он вообще... Я не могу сказать. Они оба не кончали высших образований. Они... Их учил дядя. Но так как они были образованы, сейчас таких образованных людей уже просто нет. Он языки знал, да? Он знал французский. Да, французский, русский. Он бывал из-за границы, читал лекции, но насколько он знал, потому что я сам в этом отношении не дока. Поэтому я, так сказать, с ним... А почему он оказался один в конце жизни? Да, вот вы с ним. Ну, дело вот в чём. Тут, конечно, очень сложно почему. Потому что Женя Бегинин, это муж Настасии, дочки, он занимался продажей картин, что ли, теперь это можно говорить, то есть фильмов. И он периодически переезжал из страны в страну. Так он был в Англии, так он был в Индии. Вот. Но так как он в Индии, в Англии, то, естественно, конечно, так сказать, семья туда же переезжала. А куда же делать Кирилла Васильевича? А он тогда был уже одинок. А у него жена раньше умерла, Надежда Васильевна. Она умерла, я её не застал даже. Вот. Она умерла, наверное, ну, лет, может быть, за 10. До того, как я там появился. Потому что Надежда Васильевна, вот как моя Людмила Николаевна, она всё вела там. Кирилл Васильевич только занимался наукой. Он писал, он работал в МЛИ на полставки и работал директором музея. Вот. Поэтому фактически он... А жил в Мураново или в Москве? Нет, они жили в Москве. У них была квартира ещё Николая Ивановича Тютчева. А где она была? Она была вот в Театре Маяковского, знаете. Вот прямо за Театром Маяковского здесь была на втором этаже эта квартира. Потом её... Она была там что-то, может быть, комнат 6 или 7, я не знаю. Потом сделали уже общежитие там. В эту комнату одних поселили. Коммуналка. Коммуналка, да. И, по-моему, он там жил только в двух комнатах. Я у него там бывал то же самое. То есть вот когда вы бывали в конце жизни, да, он жил в двух комнатах? Да. Нет. Он жил там. А потом ему дали квартиру. А где она ходилась? Она в Соколе. Она и сейчас занимается там, это, Пигарёва занимает её. Бегининой, эту квартиру. Дочь. Дочка, да. Она потом приехала, и Кирилл Васильевич. И я его перевозил в эту квартиру. Кирилл Васильевич. Сколько он там жил? Да он там, наверное, прожил не меньше лет пяти. А потом последние три года жил уже в доме престарелых? Даже меньше. Наверное, всё-таки около двух лет, что ли. Вот так. Я точно даже не помню сейчас. У меня-то всё в дневнике, всё записано. Когда, что я делал, как я телефон ему проводил, и как всё прочее. Что мы там, это самое, как я там, мы с ним сидели разговоры. У меня всё это дело есть, записано всё. То есть на Сокол вы и часто ездили? И на Сокол я был там почти каждый день. Вот. Потому что я приезжал туда, и я его выводил во двор. Потому что у него был Паркинсон, и, конечно, он сам бы не мог выйти. Я его выводил во двор, сажал его на скамеечку, и читал ему свою книгу «Тючев в Москве». Вот эту первую книгу. Так, интересно, как он вообще… Да, и он с таким интересом… О, где-то ты накопал так… Правда, мы с ним… Он у меня новый. Интеллигент такой. Да, да, да. Где вы это накопали, Геннадий Васильевич? Я говорю, это вот там, вот там, это самое всё… Потому что Кирилл Васильевич тоже не работал в архивах. Потому что он считал, что то, что у него есть в музее Мураново, нет ни в каких архивах. Ну, в чём-то он был прав, наверное, конечно. Не, ну, так естественно, потому что это музей Мураново, оно и сейчас там есть. Но что там уже есть, я просто не знаю, потому что… Ну, вот ещё письма Арнестины Фёдоровны, ещё не все переведены. Вообще, я завтра, может быть, буду там, на этом… Я буду об этом говорить. 500 писем Тютчева не переведены. Они есть отдельные, эти письма, где-то, где-то так, по этому самому… Но это надо работать. Они-то у меня все записаны. У меня они все есть. Не письма, а номера. Да, письмо от такого-то, такой-то. И все они у меня есть, записаны. Вот. Но не переведены. К сожалению, никто этим делом не хочет заниматься, а я этим уже заниматься не буду, потому что… А Кирилл Васильевич Вам что-то такое интересное рассказывал из… ну, вот из истории своего рода, вот Тютчева какие-то такие… Да, он рассказывал, почему? Потому что, когда он был еще маленький, их же воспитывали тетки. Вернее, тетка Екатерина-то мать, а тетка Софья, Софья Ивановна. А Софья Ивановна же была фрейлиной. Она же воспитывала дочерей Николая Второго. Вот. И, кстати сказать, там тетка моя, ну, она встречалась с моим дедом. Иван Иванович Агин, командир Явтостандарт. Они друг друга знали, конечно. Ну, он был такой из себя весь, и он, конечно… Тетка-то была внешне некрасивая. Она так… Она умная была очень, но внешне такое… Нельзя было, что вот увидел и упал. Вот. Такого не было, да. Вот. И вот Кирилл Васильевич, значит, рассказывал, как тетка однажды его привела знакомить с царскими детьми. С Алексеем. С сыном. С Алексеем. Да. И Кирилл не стал с ним играть. Кирилл не стал. Вот. Тетка-то думала, что он вот… Нет, он не стал играть. Он, как бы, проигнорировал сына Алексея. А вот брат Николай Васильевич Пигарев… А Николай Васильевич, вот, не так уж давно умер. Он-то умер, вот, где-то, наверное, лет семь назад. Но он чуть-чем в меньшей степени занимался, да? Он меньше… Он не занимался практически. Он то, что слышал, то, что читал, он это знал. А с братом они дружили? Ну, там были сложности, отношения семейные. Я тоже не хочу об этом говорить. Ну, в общем, нельзя сказать, что такое… Ну, когда вот он умер, Кирилл Васильевич, Николай Васильевич читал это знаменитое створение. Брат, столько лет сопутствовавший мне. И ты ушел куда-то. Вот. Это да. Вот. Потому что я-то участвовал, он, фактически, он умер не на моих руках, конечно, но… Был там. Все, вот. И Николай Васильевич, он был… Его, Николая Васильевича звали Пупс. Он был такой маленький, толстенький. И он очень любил заниматься жирностью. Куры, индейки, гуси… А где он это их разводил? А вот там, на территории, там это что-то было. Да, Муранов. То есть он тоже там, как брат, тоже претендовал на эту площадь, да? Он, да, конечно, претендовал и все прочее. Вот. Но Николая Васильевича, они купили отдельно какой-то садовый участок. И Николаю Васильевичу у него было свое. У Кирилла Васильевича было свое здесь. А потом сейчас там уже молодежь. Там уже вот последний раз на этот Новый год там были Женя с Настей Бенининой. А у Николая Васильевича у него дети есть? У Николая Васильевича, да. У него пятеро. То есть это такое, наверное, самое… Вот если говорить о потомстве, это вот Николай Васильевич дал наибольшее. Да, Николай Васильевич, потому что у него… Нет, у него, по-моему, три сына и дочка Катя. Вот. Она, по-моему, сейчас в Израиле, что ли, я не знаю. Или в Канаде. А у них и было что-то Тючевское или Кирилл Васильевич в коллекции, нет? У Николая Васильевича? Ну, у Николая Васильевича практически не было. Вот. Потому что, ну, у него-то были фотографии там всякие. Там я это видел. Я же бывал у Николая Васильевича много раз. И он мне что-то рассказывал там. И я, так сказать, знаю и все прочее. И Николай Васильевич в последнее время все читал, что я пишу. И я ему всегда это давал. И он, так сказать, это делал все. Вот. Но я не думаю, что у него что-то уж такое вот именно Тючевское осталось. А как вот с художниками? Вот у вас такой круг большой знакомства. Это откуда у вас вовлечение? Ну, это вот чисто случайно, конечно. Я познакомился с Глебом Борисовичем вот этим вот. Это когда я как-то ехал из Овстуга в поезде и читал газету. И там в газете было написано, что вот московский художник Глеб Борисович Смирнов Вместе с женой они привезли целые несколько картин в подарок музею. Вот. Брянскому музею краеведческому. Ну, вот. Ну, мне просто понравилось, что они подарили. Ну, я нашел телефон, все, позвонил. Вот. Они меня пригласили к себе. Два старика. У них сын был, но сын с ними как-то отдельно был. Я им помогал и с лекарствами, и так. Ну, нам настолько сдружились, что вот. И потом Глеб Борисович меня познакомил со всеми этими художниками. А, это круг его был, да? Да, это был его круг, это были художники, это все. Это в каких годах вы познакомились? Это было в начале 60-х годов. Ну, вот Карлов, это вообще тоже мой учитель. Карлов, вообще, это душа человек. В каком смысле учитель? Ну, он меня учил и живописи, и жизни. Потому что он вообще, ему глаз выбери босмачи, нагайкой. Еще когда-то. То есть он у вас был намного старше? Ну, он был ровесник моего отца. Вот. И, значит, я с ним познакомился через Витковича. Виктор Станиславович Виткович. Это книга «Длинные письма» о Ташкенте. Вот. И, значит, это самое... Вот там было написано про этого Бенькова. Я больше ничего не знал. Потом я... Это не Беньков, это Карлов. А Беньков – это знаменитый этот художник. Ну, можно сказать, последний передвижник. Их было трое. Это был этот Беньков. Это был самый великий художник 20 века. Кто? Не знаешь. Фешин. Фешин был. Фешин. Самый большой. Да, я считаю его самым большим. И Радимов. Павел Радимов. Вот я уже, так сказать, не был знаком ни с тем, ни с другим, но внучка сейчас, Бенькова, она живет в Москве. У нее еще что-то осталось. А вы знакомы с ней, сучка, да? Да, мы с ней дружим тоже уже, наверное, порядка 40 лет. Ну, это картины моих тоже самых друзей. Это... Это Барсамов. Натюрморт. Это директор музея Айвазовского. Бар? Барсамов. Барсамов, он ученик Айвазовского. Вот. Это, значит, Соловьев Александр Михайлович. Где? Сейчас. Ага, вот. Вот это Соловьев Александр Михайлович. И это тоже Прибалтика Соловьев Александр Михайлович. Вы были с ним знакомы, да? С Соловьевым нет. Я был знаком с его женой уже, когда у ней это вот эти вот... Она мне дарила эти вещи. Вот. И вот это вот Любушка. Вот Глеб Борисович Смирнов, вон он. Крайний, справа? Вот, да, вверху. Это, да, это любимый ученик Кордовского. Это его автопортрет? Да. Это автопортрет Смирнова. А это под ним его жена Любушка. Смирнова. Да. Тоже художница? Тоже художница, да. Тоже хорошая художница, да, да, да. Вот. А вот нижний портрет, фотография. А это Малютина Ольга Сергеевна и Михаил Васильевич Боленский. Это, как считался, мой крестный отец. Тоже оба большие художники. Это самые большие. Малютина – это последняя передвижница. Я с ними очень дружил. Я, значит, за ними ухаживал, бегал на рынке. Это Карлов Георгий Николаевич. С бородой. Да. Это и эту, и эту. Это оба автопортреты. Он художник? Он тоже художник, анималист. Он животных в основном рисовал. Но это с большой интерес у него. В смысле был к ним и у нас тоже самое. Это вот как раз тоже самое Карлов. А это уже ваши семьи? А это мои, это вот в середине мой дед. Это мой отец. Это моя мать. Это моя бабушка со своим сыном, с моим отцом. Это прабабушка. А вот там бабушка со своими детьми. У ней было шесть человек детей. А вот там бабушка со своими детьми. absurdами. Я не может представить несколько детьми.